Неосвоенные миллиарды, запретная баранина и рекордный виноград. Экономика Дагестана, выращивающего и торгующего, просела под ударами пандемии и вызванной ею кризисом. Количество бедных существенно увеличилось, а цены выросли. Но, несмотря на трудности, были и успехи. Дагестанцы, каждый на своем месте, пытались побороть последствия неожиданной пандемии и вызванной ею полосопрепятствий. Как боролись, к чему пришли и с чем выходим из тяжелого года в экономическом обзоре Патимат Ханаповой. Более 10 миллиардов рублей неосвоенных денег. Ситуацию даже сам Хитриджих Саидов как-то назвал Аховым. Поспешили тогда все с обвинениями в адрес Минстроя Республики, который выступал в данном случае основным заказчиком. Спикер Народного парламента даже предложил главе ведомства Малику Баглиеву уступить место другому. Но в этой истории, говорят специалисты, не все так просто и однозначно. И результат Аховы не только благодаря одному министру. Вопрос системного подхода, вопрос мониторинга, которого нет. Контроль над реализацией нацпроектов должен быть не в конце, контроль должен быть ежемесячный. И корректировки должны быть ежемесячные. А не в конце года, когда весь процесс уже закончился и контрольные органы фиксируют провал. Тогда первый вице-пример Гаджи Магомед Гусейнов обозначил две причины возврата денег. Первая – отсутствие специалистов на местах, способных качественно и оперативно готовить проекты. Вторая причина – подрядчики боятся браться за госзаказы. Контроля от правоохранителей стало больше и правила игры повсеместно поменялись. Версии, говорят эксперты, звучат правдоподобно, но есть небольшие нюансы. Если посмотрим мы в целом на ситуацию в России, окажется, что данные программы провалены в большинстве регионов. Закономерно возникает вопрос, а может быть само положение об этих нацпроектах Настолько забюрократизирован, настолько подготовлено без учета реальных российских условий, что выполнить его просто невозможно. Может быть все сделано для того, чтобы создать видимость выделения этих денег. То есть деньги выделяются, то есть бояре там хорошие, а вот на местах какие-то там, да. Экономист Майер Пашаев и вовсе считает, что в экономике республики неоправданно завышена роль бюджетного сектора, и это только в ущерб развитию предпринимательства. Потому республиканские власти оказались не способны переварить такое количество средств. У нас часто происходит подмена понятий. У нас происходит планирование ради планирования, финансирование ради финансирования. То есть у нас никто никогда не ставил конкретные цели достижения экономического роста. У нас все, что происходит, происходит вокруг бюджета. Есть бюджет, делаем. Нет бюджета, не делаем. Промышленность данной отрасли экономики показывает значимый рост. Это если верить цифрам и статистике. Так объем промпроизводства в Дагестане за год вырос на 4%. А обрабатывающие производства выпустили продукции почти на 9% больше, чем в прошлом году. По этому показателю у Дагестана второе место среди всех регионов СКФО. Но значит ли это, что промышленный сектор в регионе развивается? Чтобы ответить на этот вопрос, важно понять, что рост в основном обеспечили всего лишь несколько оборудованных предприятий Дагестана, в частности КЭМЗа. Гражданские же производства пока не показывают выдающихся результатов. По промышленности у нас в отчетах все нормально. Все почему? Потому что нормальный заказ был у КЭМЗа. КЭМЗ хорошо отработал и один завод по существу закрыл, закрыл, в общем-то, грудью амбразуру промышленного центра. Все. В сельском хозяйстве рост отмечен почти по всем показателям. Хорошие темпы развития и в животноводстве, и в растеневодстве, по данным Дагстата, увеличилось поголовье крупного рогатого скота. С экспортом местных продуктов тоже все хорошо. Снижение отмечается лишь в производстве яиц. Связывают это с уменьшением численности птиц на 17%. Но опять же, это если верить статистике. А реальность показывает, что несмотря на хорошие показатели, есть определенные недоработки. Так, одной из резонансных тем этого года стал запрет на поставку дагестанской баранины в ряд регионов. Официальной причиной такого решения стала ситуация с вакцинацией. Таким образом, сейчас Дагестан может отправлять мясо и баранов только в регионы России, имеющие аналогичный с ним ветеринарный статус. А в 52 благополучных субъекта нет. Каждый день на меня ущерб есть. Вот приблизительно там можно 40-50 тысяч каждый год. Каждый день для меня лично ущерб есть. Из-за того, что не вывозят это. Нам сейчас ставят такие требования, о которых мы раньше не слышали. Люди 20-25 лет занимаются откормом. И до сих пор не было таких требований. В прошлом году вывозили на Иран, вывозили. Этим летом вывозили на Иран. Мясо почему? Люди огнят. Сейчас здесь собрались не потому, что мы хотим космические большие цены. Сейчас люди собрались здесь, потому что мы хотим просто реализовать. Даже не в плюс. Просто, чтобы мы в убыток не пошли. В Дагестане сейчас самое крупное поголовье овец в России. Более 4,5 миллиона животных. Запрет на вывоз баранины, конечно, вызвал негативную реакцию и ударил по производителям. Так около сотни взволнованных фермеров собрались у здания Министерства сельского хозяйства. Минсельхозпрод не запрещает правильно оформлять и вывозить скот никуда. Нет таких у нас намерений. Мы никому ничего не запрещаем. Мы всего лишь хотим, чтобы все работали по закону. Стоит отметить, что Дагестан в текущем году вышел на первое место в России по сбору винограда. Ежегодно республика увеличивает валовый сбор солнечной ягоды и площади для новых плантаций. Однако, говорят эксперты, есть проблемы с реализацией. Кроме того, для экономики региона эффективнее было бы делать упор на посадку столовых, а не винных сортов винограда. Площади под столовыми сортами винограда мы могли бы заполнить эту нишу, дать работу там, чтобы закрыть. Там 200 тысяч гектаров нужно, но это 35 тысяч рабочих мест, реальных, а не тех, о которых говорили в этом году, обещая увеличение в этом. Они хотят расширить площади под техническими сортами винограда. То есть то, что будет переработано в округ. У нас таких предприятий, такие предприятия есть, и они работают достаточно успешно. Это одно направление. А столовые сорта, столовые сорта, это другое направление, которое может оказаться значительно более прибыльным. Ну, тут вот главное правильно, правильно это все выстроить. Вот, надо, чтобы не провалить эту программу. Параллельно нужно строить современные винограды, хранения. Экономика республики претерпевала в последние годы не лучшие времена, говорят эксперты. А тут еще и коронавирус. Дагестан считается одним из главных гастрономических регионов страны. Здесь широко развита предпринимательская деятельность разного профиля. Именно по этим важнейшим отраслям пандемия и ударила больнее всего. Дагестат информирует, что оборот розничной торговли в январе уменьшился более чем на 6%. У нас свадебная индустрия, она сильно развита. Она пострадала, соответственно, и сопутствующие другие сегменты. Пострадал, соответственно, туризм. Понятно, что меньше посещают, даже внутренний туризм. Еще более существенно страдает и сфера услуг. По итогам года его объем уменьшился на 15%. Мы должны понимать, что вызовы, и вызовы серьезные, будут нарастать. И значит, нам надо корректировать, это говорю правительству страны, корректировать свою финансовую политику для того, чтобы помочь экономике, помочь гражданам. Как бы это досадно не было осознавать, но Республика Дагестан остается одной из беднейших в России. За два последних года количество людей, оказавшихся за чертой бедности, выросло с 350 тысяч до 500 тысяч человек. А между тем дорожают и продукты. Огурцы выросли в цене на 4%, помидоры на 3,5%. Подорожали также картофель, репчатый лук, куриные яйца, сахар, маргарин, хлеб и даже макароны. Этому факту удивился даже сам Владимир Путин. За последние 6 лет у нас рекордный урожай. И в этом году он будет 131 миллион тонн, а может быть даже и 134. А хлеб растет в цене. Макароны в цене растут. Это что такое? С какой стати? Батимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, Мусас Алгиреев, Нур Магомед Магомедов, телеканал ННТ. Итоги года.